Божаю здоровья, шановне украинцы и украинки. Министр обороны Украины Умеров доложил о деталях поездки в Соединенные Штаты, о переговорах, а главное о реализации тех оборонных пакетов, которые уже объявлены, но еще не поставлены в Украину. Подталкиваем эту логистику. Главком Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях. Больше всего боев на Покровском направлении, в нашей Донецкой области, но каждое направление сейчас укрепляем. От Харьковской области до Южных областей. Я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату и каждому командиру, которые действительно стойкие, действительно точные. А особенно 35-я отдельная бригада морской пехоты, 44-я и 55-я отдельные артиллерийские бригады, 71-я отдельная егерская бригада, 108-я отдельная бригада территориальной обороны и 110-я отдельная механизированная бригада. Благодарю всех вас за результат, воины. Провел сегодня и продолжительное совещание по поводу саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Саммит должен стать сильным, сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина-НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе и по ПВО. Также подготовлено и новое соглашение безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит. Поддержит всю нашу архитектуру сделок по безопасности и неизменно будет укреплять. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО. Решение, которое необратимо. Сегодня же отметил государственными наградами украинских полицейских. Лучших. Тех, кто защищает наше государство и наших людей в боях на фронте. Я поблагодарил их за службу, всех их побратимов за силу ради Украины и поздравил с Днем Национальной Полиции Украины. И также я хочу отдельно особенно поблагодарить всех американцев, Соединенные Штаты, которые сегодня отмечают День Независимости. Я хочу поблагодарить за поддержку нашей независимости. Нации, которые проходят через такие вызовы ради своей воли, ради действительно собственного будущего, лучше понимают друг друга. Я благодарен за то, что в течение более чем двух лет полномасштабной войны мы защищаем жизнь бок о бок с Америкой. И вместе не даем России расширить эту войну, поставить под удар независимость и других народов мира. Должны и можем эту битву выиграть здесь, в Украине, ради наших людей, ради справедливости для Украины и ради всех, кто ценит жизнь. Президент Байден, Конгресс, обе партии, обе палаты, все наши друзья в Америке, я благодарю вас. Слава Украине!